Впереди новогодние праздники. Обычно их отмечают с размахом, но в этом году некоторые города России отказываются от фейерверков и массовых народных гуляний. Как будут встречать Новый год в Югре? Материал Михаила Гонцова. Петербург, Нижний Новгород, Калуга и другие российские города один за другим отменяют массовые гуляния в новогодние праздники. Сейчас не время для фейерверков и концертов, считают мэры. Сократили праздничную программу и в Ханты-Мансийске. В этом году не будет мероприятий, которые традиционно проходят в рамках проекта «Ханты-Мансийск. Новогодняя столица Сибири». Не будет спа-фестиваля, спортивного праздника «Экстремальная зима» и массовых мероприятий на Центральной площади. Фейерверка тоже не будет. Съезда Дедов Морозов, к сожалению, в этом году тоже не будет. И мы понимаем, что это вынужденная мера. Хотя мы сделаем все возможное, чтобы наши дети не ощутили нехватка чуда у себя дома. Мы будем делать акции, например, елку-менялку, своп-акцию, которую мы в прошлом году впервые провели. Обязательно Деда Мороза будут встречать детей везде. И в аэропорту, и в автобусах. Конечно, будет ощущение праздника. Поддерживают ли инициативу сократить новогоднюю программу местные жители? Я считаю, что это правильное решение. Ведь в такую тяжелую пору стоит чаще задумываться о том, как будут наши солдаты там, хватает ли им средств. И все наши средства мы должны, конечно же, отдавать им, сколько можем. Надо же как-то поддержать этих людей, которые идут защищать Родину. Они будут защищать нас, наш город, своих родных в том числе. И им тоже нужна помощь, тепло зимой особенно. Праздничное убранство территории предусматривают. Вот сейчас елку монтируют, наверное, будут ледовые фигуры. В принципе, досуг детей, подростков будет обеспечен. Но в меру, целесообразный расход бюджетных средств, экономия. У нас ситуация такая сейчас в стране. Думаю, да. Потому что там все же эти финансы будут важнее, чем, ну, даже с не очень большим запасом финансов можно устроить хороший праздник. А лишнее можно как раз отдать мобилизованным участникам. С 28 декабря гостей будут ждать в резиденции елки. Проект запустили в 2016 году. В 2023 он заиграет новыми красками. На площадке откроется музей Рождества. Проект «Чумовая улица» традиционно знакомит жителей и гостей Ханты-Мансийска с культурой и бытом коренных народов севера. В этом году к пяти северным домам добавят два новых. А локацию новогодней деревни, которая появляется только в преддверии волшебного праздника в микрорайоне Иртыш, сделают более активной. Михаил Гонцов, Антон Ракитин, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск. «Югра», Ханты-Мансийск.